Здравствуйте! Сегодня в моём виртуальном мини-парфюмерном музее пополнение коллекции ароматов от парфюмерного дома Герлен. И новым ароматом становится парфюмерная вода Линстант и Герлен. Название можно перевести как мгновенный, сиюминутный, немедленный. И аромат этот у меня появился достаточно неожиданно. Дело в том, что изначально я собиралась покупать фланкер этой композиции, Линстант Можи, мгновенная магия. Дело в том, что я столкнулась с такой информацией, что аромат Линстант Можи похож на любимый мною аромат Притисфан от Арифлейм, снятый из производства, что это тоже пудровый аромат. И мне, конечно же, было интересно с ним ознакомиться. К счастью, у меня была такая возможность, у нас в городе продаётся Арифлейм Можи, и оказалось, что эта вода на Лебеде Арифлеймовской вообще не похожа ни капельки. Разве только тем, что это пудровое направление. Линстант Можи – это очень свежий аромат, цветочный. Меня он поразил, действительно, в приятном смысле этого слова. Такая настоящая весна во флаконе, ранняя причём. Много цветового, много пудры. Очень красивый аромат. Ну, не все, конечно, любят пудровые композиции. Безусловно, для любителей пудры. Иначе может показаться и возрастным, и пыльным. Но я любитель. Вот я хотела пополнить всю коллекцию изначально ароматом Линстант Можи. Но так получилось, что, во-первых, идёт переформулировка, перевыпуск аромата в новых флаконах с пчёлами. Мне бы хотелось, чтобы в моей коллекции был аромат, представленный старым дизайном. И вот подвернулась мне распродажа, на которую продавался Линстант Дегерлен, оригинал, то есть первоначальная композиция, из которой впоследствии был создан уже Линстант Можик, и как раз в старом формате. Что меня ещё привлекло в этой композиции? Я начала подозревать, что люди всё-таки перепутывали в своих отзывах, когда сравнивали Притислон и Линстант Можик. Скорее всего, они хотели сравнить всё-таки с ароматом Линстант, поскольку есть такие пользователи, которым оба аромата пахнут рисовой кашей с фруктами. Поэтому, может быть, и вот эта композиция мне покажется похожей на Притислон. Ещё что меня привлекло, это то, что информация о том, что данная парфюмерная вода стала первым ароматом в категории, некоторые называют хрустальный мускус, некоторые называют хрустальная амбра, либо кристально-прозрачная. Ну, потому что я читала в описании, скорее это всё-таки хрустальная амбра, поскольку в этой композиции объединены звонкие свежие ноты и сладкие тяжёлые восточные ноты. Аромат цветочно-восточный. Был он создан уже после того, как компания была продана Герлен компанией Луи Виттон, и парфюмером стал уже не представитель семейства Герлен, а парфюмер известный Морис Руссель, мы его узнаем по ароматам Арифлейм Пау Румен и Валары Магнолия, но также ему принадлежат и известные композиции Лири Ален Делон, ароматы Доны Каран, Бедилишес, это зелёное яблоко, знаменитое с множественными фланкерами, и красное яблоко Доны Каран, Бедилишес, так создавал Морис Руссель. Работал он с многими известными брендами, Вали, Ферме, Герлен, также много композиций он создавал для этого дома, кроме Линстанда и Герлен. Создал аромат Сильвер Мист для известного нишевого бренда Серджа Рютана, и для Фаберлика он создал много ароматов, наиболее известными, с которыми я знакома, являются Юдашкин Голд и Ультраварет, прошлогодняя новинка, которая получила одну же премию, как лучший российский аромат, произведённый в России. И что сделала Морис Руссель? Конечно же, попав в дом Герлен, он сразу же начал вводить новшества. Таким образом, впервые за всю историю существования дома Герлен, была использована нота магнолии парфюмерной композиции. Именно эта нота магнолия должна нам дать ощущение вот этого света, ясности, прозрачности и кристальности. Вверху композиции находится бергамот мандарин и красное яблоко. То есть я ожидаю кисло-сладкий фруктовый старт, но скорее сладкий, чем кислый, поскольку красное яблоко сладкое, мандарин сладкий. Ну а бергамот должен добавить таких злонких свежих нот. Сердце композиции ирис, жасмин, иланг-иланг и магнолия. Ну магнолия, как я уже сказала, должна дать нам свежести, а все остальные ноты иланг-иланг, ирис, это плотные сладкие цветочные ноты, которые должны дать такое цветочно-медовое ощущение нам. В базе мускус, амбра и ваниль, а также мёд и сиамский бензоин, то есть это основа, которая пахнет ваниль. Соответственно, базу я ожидаю сладкую, медовую. Слышала в отзывах, что отзываются об аромате как цитрусовом мёде, как свежем цветочном медовом аромате. Таким образом, вот я ожидаю сладкого с кислинкой фруктового старта, и затем сладких цветов, но не тяжёлых, а я надеюсь на то, что они будут более свежие, не удушающие. Хотя пудру, конечно, я тоже ожидаю от этой композиции. Аромат пудровый и ирис здесь есть. Ну и в базу я ожидаю такого медового, сладкого развития, но тоже надеюсь, что не будет он слишком тяжёлым и пригорным. Кроме того, в этом аромате впервые был использованный принцип двойной пирамиды. Никто толком не знает, что это, никто в интернете особо не распространяется на тему того, что такое двойная пирамида. Но, насколько я поняла по комментариям самого Мориса Русселя, здесь должно быть наслоение идти, то есть должно наслаиваться старт на сердце композиции, а потом сердце композиции наслаивается на базу. Ну что ж, протестируем верх композиции, вскроем, посмотрим, как это всё выглядит у нас. Коробочка у нас в следе. Вскроем. Объём 30 мл был, небольшой. Поскольку не уверена, что не будет слишком притормознанным этот аромат. Очень глянцевый картон белый. Блестящий. Вверху у нас, как мы видели в композиции, маленьким чёрное платье, такая печать с эмблемой дома Герлен. Имитация, как будто бы она свисает у нас на золотистом шнурке, и золотистая контовка идёт по краю, на передней поверхности коробки. В центре у нас круг с надписью Герлен Пари. И в центре этого круга, круг с золотистыми литерами, такими сиреневыми, я бы сказала, буквами, написано название композиции, листанно Герлен. И внизу концентрация парфюмерная вода, спрей 30 мл. По бокам у нас ничего нет, кроме такого новенького картона. Внизу предосторожности различные, проведенного Франции. Вверху логотип компании, эмблема. И сзади тоже информация о том, что дом основан в 1828 году. Герлен и состав композиции приведен. Очень плотно закрыта крышка. Не будем её разрывать. Вот даже так вот. Картон обычный внутри. Фиксатор традиционно из тонкого картона, но достаточно плотного. Больше ничего интересного внутри нет. И вот так вот выглядит классическое оформление воды из линейки Линстан. Это родоначальник линейки Линстан и Герлен. Выглядит флакон действительно как будто бы кристалл ворного хрусталя. Полагаю, стекло, толстое дно. Очень гладкое. Хорошо отшлифованное. Блестящее, сияющее. Даже можно так сказать. Трубочка короткая, потому что высота флакона невелика. Ну, до угла не дотягивает, поэтому потери при использовании возможны. Но зато вот эта толщина стенки создаёт такую красивую игру света. На передней поверхности у нас название тем же сиреневым цветом. Немножечко объёмная. Линстант Герлен. И вода парфюмерная. Сверху на крышке О, как плотно она насажена. Релефно выполнена... Крышка пластиковая, и из пластика релефно выполнена надпись Герлен Пари. Не очень хорошо видно, наверное, и на видео, но и в реальности она тоже видно не так чётко. Может быть, даже для слабовидящих людей, потому что те, кто ведёт нормально, они могут не рассмотреть здесь, потому что надпись ничем не выделена, кроме как рельефа. А внутри у нас традиционно четыре ушка фиксатора. А, нет, не четыре, два. Два ушка для фиксации. Ну, и ничего дополнительного нет за счёт такой лаконичной формы и толщины. Очень красивые переливы световые крышечки у нас наблюдаются. Поляризатор низкий и очень широкий. Не сталкиваюсь ещё с такой шириной. Но сопло узкое, поэтому ожидаю, что будет мелкодисперсное распыление. Жидкость, как можно видеть, как он прозвольт, жидкость кремового цвета, абрикосового, можно даже сказать. Такая интересная. Ну, нам предлагают распылять из такого положения задние стенки. Ну, в принципе, можем воспользоваться. Посмотрим, что у нас с пузырьками. Ну, как-то не очень-то они воодушевляют, эти пузырьки. Как-то у них не очень много. И средние есть, не только мелкие. И продолжительность жизни, в общем-то, не такая уж большая. Ну, не знаю. Попробуем распылить. О, какой большой напор струи. Угу. Большое облако, очень объёмная струя, дисперсность мелкая. Прям мне даже нравится, какая дисперсность. Первые ноты, которые я слышу, действительно, это были цитрусы. Действительно, написано сладкий старт. И такое ощущение весенних цветов. Я слышу магнолию самых-самых первых нот. Похож на фланкер. Точнее, конечно, фланкер похож на оригинал, но я была знакома до этого с фланкером. Да, похож вот этим ощущением весны, но магия, она немножечко светочная, немножечко свежее. а здесь безусловно, магнолия, но, к сожалению, есть ощущение вот этих гелей для душа, шампуней с магнолией. Очень-очень значительное. Магнолия перекрывает пока что для меня все остальные ноты. Было немножечко кисло-сладких фруктов. жасмин появился. для меня весь жасмин в герлении несколько индольный. Такой запах проселочных дорог. Да, не очень люблю я этот запах. Я имею в виду запах навоза. К сожалению, у меня такая чувствительная к жасмину, особенно к тому, который использует донгерлен, что я слышу такое раскрытие не слишком воодушевляющее меня. но плотности, которые ожидала ирисовые, ланг-ланг и мёда пока я не ощущаю никакой. Мёда тоже не слышу. И по отзывам эта вода должна быть очень стойкой, очень насыщенной. Но я пока слышу, что не так уж она и громко звучит на мне. Я бы даже сказала, деликатная. Такую композицию вполне можно в любой сезон использовать. И в жару она никого не задушит. Ну, зимой надо послушать, как раскрывается на холоде. Может быть, она слаще будет звучать. Но вот, что я слышу, может быть, это подразумевается под двойной пирамидой. Я слышу, как будто бы параллельно два звучания этой композиции. С одной стороны сладость, сладость и ланг-ланга, а с другой стороны ноли. И между ними как будто бы провал есть. То есть, композиция не является плотной, целостной, что было характерно для всех других ароматов дома Герлен, с которыми я познакомила. Как будто бы это ощущение, как будто бы побрызгало на себя два аромата. Один свежий, цветочный, а другой тяжелый, амбровый, восточный аромат. Вот, двух совершенно различных композиций, как будто бы уживающихся под одной крышечкой. Ну, вот такое первое мое ощущение. Я думаю, что это и есть двойная пирамида. Дальше надо разносить, послушать на себе. К счастью, жасмин, вот этот неприятный навожный акцент, фекальный, он здесь еле слышен и закрывается нота мелангеланга и магнолий. Магнолий больше всего здесь. Ну, красное яблоко, я бы сказала, что заметно. Цитрусы мало слышны в этой композиции. Ну, такие первые впечатления от этого аромата. Надо, безусловно, его попробовать в обществе, послушать отзывы людей, кому что покажется, кто как отзовется в этой композиции. такой аромат, который представляется мне универсальным, его можно и в офис использовать, на работу, и для прогулок на свежем воздухе. И, как я уже сказала, мне кажется, он будет уместен в любой сезон. Ну, а когда я его разношу, я дополню свой отзыв, либо если ничего нового не будет, в комментариях допишу, ну, если будут какие-то интересные открытия, тогда я сниму дополнительное видео. Ну, а на этом все. Спасибо за внимание. Пока. Пока.